Дамы и господа! А, это было вчера. Детишки и их родители! У меня просто вышки по Варкрафту нету, поэтому такие паузы между фразами. Сегодня у нас WCA! Я с Ричом. Один матч, к сожалению, сегодня всего лишь. Очень плохо, что один матч. Но зато какой! Очень интересный матч. Играет Хума. Хоть и не должен он там быть, но он там играет. Дамы и господа! А, это было вчера. Детишки и их родители! У меня просто вышки по Варкрафту нету, поэтому такие паузы между фразами. Сегодня у нас WCA! Я с Ричом. Один матч, к сожалению, сегодня всего лишь. Очень плохо, что один матч. Но зато какой! Очень интересный матч. Играет Хума. Хоть и не должен он там быть, но он там играет. Да, мои господа! А, это было вчера. Детишки и их родители! У меня просто вышки по Варкрафту нету, поэтому такие паузы между... фразами. Сегодня у нас WCA! Я с Ричом. Один матч, к сожалению, сегодня всего лишь. Очень плохо, что один матч. Но зато какой! Очень интересный матч. Играет Хума. Хоть и не должен он там быть, но он там играет. И они опять в шортах! Бонниур бы не оценил пацаны в шортах. Вы же спортсмены! Вы должны быть в джинсах. Или в костюмчике. И уничтожил. Как вы готовились для сегодняшнего матча? Ну, я просто хочу играть гораздо лучше, чем я видел Венц Рудан вчера. Потому что я его уничтожил вчера. И я не знаю, что я хочу, чтобы я не буду делать. Я не знаю, что я хочу, чтобы я хочу. Хорошо. Йоз, это первый раз, когда мы увидим тебя на сцене. Скажи мне немного больше о тебе и о твоих репутах. Скажи что-нибудь. Я был в Варкрафе около 8 лет, я думаю. Я был в 4-4 лет, когда я начал мои учебы. Но раньше этого я был чем-то немецкий чемпион. Короче, он был немецким чемпионом, потом учился, потом все-се-се-се. И, короче, у него все нормально. И он очень рад, что он здесь, да-да. Но он говорит Хумен, это самая бомжатская раса. Пожмите руки. Давайте начнем матч. Рассказывает нам про вчерашний Игорь, как будто мы не видели. Вот действительно рассказывает, а как будто я не видел выигрыша. И тогда... 2-0 Руден. Так что, я думаю, что Ватси был очень нервис. Сейчас он должен победить этот матч против вас. Представляет 2-0, чтобы уйти в топ-2. И если вы уйти в группе, как в топ-2, вы уйти в победу, автоматически, после этого раунд-дроби и формата. И если вы начнете в победу, вы уже гарантируете топ-3 спот. Это означает, что вы уже гарантируете место в Китае, полетом в Китае. И это же самое интересное, что я говорил. Я бы сказал... Изи-катка! 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 И в третьем первом месте выиграли 1-500. И, конечно, первые три, как я уже говорил, вы можете получить во время Китае. В третьем месте... Вы реально не хотите быть в третьем месте, потому что... Вы лежите с empty hands. И если вы не знаете, что-то не смотрели в Китае, вы можете быть удивлены, почему Ватси был игроком. Это был по-супостой Фогги, украинский Найт-Elф, но его visa был ограничен. и потому что Йорс был здесь для того, чтобы был в конце концов и он алкоголевым, он был в посетке в конце концов, он replaced его. Это значит, конечно, что он не готовит, он не готовил его вчера, не знаю, я не знаю, он готовит для Варчьев, я не знаю, но на самом деле, ничего не готовит для Русского, не готовит для Йорс. Это тоже очень верно, и Варчьев, он действительно готовит, Но, да, Йос пришел в последний минут. В самом деле, в прошлой ночи он еще был стратегизирующим и теорию крафтим много в своем комнате. И я думаю, что он может есть что-то особенное... Уже, да. Руден, конечно, номер 1 в этой группе. Он готовил специальную страту какую-то. Ха-ха-ха-ха. Так, первая карточка, что-то они быстро начали. Неужели сегодня проблем с компами не оказалось? Просто взяли и начали вот так. Опять он мистер Джера Кап. Блин, меня уже эти бесит, комментаторы. А не то Ричана зовут лучшим эльфом, лучшим мюрористом в мире. То и мистер Джера Кап и еще что-то. Лапки какие-то играют там. Один из-за former German champion from Andernach, Germany. 25 лет. Очень опытный, особенно на ЛАН. Он играл EPM final. Он играл в Европейской Национальной Капе. Он пошел в WC. А явно не делает фастбилд. Что за лол? Еще и на ТМ играет. ТМ не черканул. Он угорает что ли вообще? ТМ не черканул против FIFA. ТМ не черканул. ТМ не черканул. ТМ не черканул. И он нам рассказывал истории об этом. Как это произошло. Что джинские фаны разрушили вокруг него. Это должно быть хуже. И это должно было было вновь то, что он хочет идти в Кидаю. И он хочет идти в Кидаю еще раз. И может, выкручить эти дни. Это, конечно, прекрасный путешествие, чтобы победить. Да. Здесь он спалил сразу... Ну, здесь Рич очень саевовый барак поставил. Причем, как и вчера, вроде Фан Деда он ставил. Против Хуманат на этой карте можно ставить опасный барак, потому что редко кто-то разведку делает. Да и разведку в основном делают на Меркенаре. Очень странно, конечно. Но я думаю, что он будет взять этот гнол-спот здесь. Но давайте посмотрим, если он делает большую лабораторию, это крейп-спот. Это Грансом. И, конечно, уровень 2.5. Демон Хантер. Кстати, странно, что Демон Хантер. Я думал, он Варденочкой будет играть. Но ТМ-то, чё, Варденку не поиграть. Это очень рискно, потому что он знает, что Демон Хантер будет там. Да, это ваша первая игра в этом турнире, так что все открыто для него. Он сделал несколько практических матчей в игре, но он сделал несколько теорий, вчера в хоотельном комнате. И я думаю, что это очень проникновенно, что он думал там. Ну, криппинг стандартный, оранжевый. То есть, ну как, не стандартный, но он всё-таки его крипит. Но я не знаю, что он фасталтарь не стал делать. Конечно, Рич не крипится, это хорошо. Сейчас главное, чтобы он... Ну, понятно. Рич добил гнола 5-го уровня, забрал девайс. Просто... просто понятно всё. Архмакс 260 хп уже. Абсолютно огромный делал здесь вперёд. Потому что, получив этот левел 2, с криппингом, он должен взять Мерсенери-кэм сейчас, и тогда он обеспечивает себя к более харассованию. И его архмакс уже низкий, он в порядке 170 хп. Да, не выглядит хорошо для немецкого игрока. Очень быстрый стэк от Watchive Ridge, и яс будет в рифлов каких-то играть. Понятно. Мы не знаем, что будет. Но, конечно, это был большой удар в первой игре. Хм, для того, чтобы увидеть Рич сегодня. Архмакс и человеческая армия очень влияние на эту аура из архмакс в левел 2. Вы нужны, чтобы больше архмаксов, вы нужны, чтобы поддержать кастеров. Но я не знаю, что он играет здесь первым левелом, а архмаком сейчас будет. Просто архмак без ауры, это вообще удаляй. Да и у него хп, как бы, 450 всего. Тепп на Айлл, по-моему, немного быстрее, чем у вас. И да, он обязательно нужно эти буты. Он очень низкий хп. Если он не получит буты, и его оппонент делает, это будет определенный у него архмакс. Но, все равно, это мапа, где вы не можете раздражать, вместе с милицией. Пропустил Моноберн, еще и лемов очень долго не будет. Пытается здесь арчора как-то нагнать, но не получится ничего. в любом случае. Так что, да, он сейчас в тяжелом месте, он хочет левелить. Но, более важной вопросом, в тюрьме 2, что будет происходить? Это будет Тауэр Раш? Это будет 1-бейс? Или экспансия? Это будет лейтгейм? Может быть, даже в тюрьме 3, но это вообще никогда не случится. Есть много опций для него, и благодаря Туэр Медау, это очень, очень большая мапа. Так что, да, что все еще может случиться, но, мы знаем его. И, как раз, мы знаем его. мы знаем, что он будет вернуться к Warcraft. Рич тоже в магазин добавляет, но сейчас его Явс может отменить. ХХ уже достроился. Но, здесь Ричу никакую особую экономику не подрезали, виспов ни одного не убили. или так, что-то побегали, попрыгали, ничего не опасного. А, ну тут, короче, неужели он на Т2 его будет в Таурашить? Потому что он делает апгрейд на Масонере, не делает Кузнецу, но тут уже Панда. Ну а что ты с первым левелом будешь застраивать? У тебя одного Илема даже не будет. Ты сейчас еще моноберн пропустишь. Да, это бред какой-то делает. Я... Стыдно за такую игру. Ну тут наконец-то Рич тоже собирается скрипиться, но у него экспы больше, чем у Архмага, который скрипился. Ну да, это башни будут. Ну это типа страта, знаете, я одно время катал против орка такой страты. Тоже ставишь шоп, делаешь два апгрейда на Масонере и бежишь застраивать. Но сейчас все это прекрасно видит Рич, и ему просто нужно... Ну он тут добивает, по-моему, бараком. Чего же он так волнуется-то, блин, на лане? Я не понимаю. У него там нервы какие-то вообще дикие. Нага вторым героем. Ну правильно, фаерлорд, это смысл брать его за диспеллит. Нага хотя бы будет замедлять. Но здесь надо сразу протекторы ставить на базе вместо лорницы. Делает он? Нет, он лорницы делает. Но надо протекторы ставить, он же видел башню. Он же прокликил героя. Задумка, конечно, хорошая. Может даже что-то получится, но... Ричу нужно было сразу сделать протекторы. Он тупит. Сейчас пытается Нагу забрать. Нага вроде как уползает. Масс бараки ставится. Но бараки, кстати, особо не помогут. Потому что тут еще и панда, по-моему, зажалась. Пытается первую таурку отменить. Даже несмотря на масонере, ее арчи вроде как отменяют. Но панда там окружена. А став ты? А что ты став не купил? У тебя же вон демон-хантер стрелочка стоит. Где став? Ну все, две таурки отменил. Тут уже... Тут уже скорее всего отобьется рич. Хотя демон-хантер окружили, но он под колодцами. Даже поднял лорницу. Но сейчас два барака достроятся. Панда первого уровня. Это не так страшно потерять. Сейчас воскреси. Да, минус все таурки, к сожалению. И барак еще сверху подлез. Да, прохладная страта. Тут уже просто масс бараки. Им сделать еще апгрейд на этот. На ходьбу и вообще нормально будет. Собирается от ингличан. И что единственный выбор, чтобы укрепить антидергию лору, сделал так большое отличие. Убирать двое тарелки. И когда тарелки укрепляют тарелки, то это когда она начинает превращаться. Но он не позволил это сделать. Да, он потерял его левел 1 героя, его 2-й героя. Но, опять же, это только левел 1. Еще и рабочие здесь на крипов попали. Ну, короче, прохладная страта. Может, против кого-нибудь она и сработает, но Рич слишком саевого играл, чтобы против него такая страта проперла. Еще и дефенса не было у Явса. Хотя там дефенс особо и не нужен был. Там три арчи, которые били по тауркам. Явс еще раз хочет пойти застроить уже дряд. Я думаю, что Варчип Риджа дает ему время, чтобы укрепляться. Я думаю, что Варчип абсолютно хорошо с хранителем. Он... Даже эти дима-хранители, которые агрессивны, я думаю, что он еще играет противно. Потому что он просто получает время для своего панда. Это то, что он хочет. Уже давно пора было бы. Тут Т3 пошел, короче, сейчас мишки будут. Уже, да, первый Михаил есть, первый Джуф. Не, на самом деле, с одной стороны, было опасно. Мне казалось все-таки, что нужно было Ричу поставить несколько протекторов. Потому что, если бы у него так не получилось башню отменить, то, может быть, и все похуже было бы у нее. Хотя он там бараки строил. Да не, мне кажется, вообще бы не прокатила эта застройка. Просто там надо вообще, наверное, без арчей быть, чтобы эта застройка прокатила. Пытается экспо поставить. Явс не сдается. Но тут уже без шансов. Тут слишком все плохо. У нее еще обсерваторий не закреплено, поэтому у нее не будет леса. Странно, почему не попытался моноберном добить синего бамбра. Там панда третья сейчас на крипах воет. А тут с лесом большие проблемы. Явс комментатор. Так я тоже комментатор и игрок. И в чем проблема? Какие-то левые вбросы в чатики пошли. Ну тут Т3, все как бы, Михаилы. Понимаете, если бы еще был Шреддер, были бы какие-то шансы на то, что он там сейчас масс-вышек везде настоит, что-нибудь начнет там разводить. Ну нет, это все прохладно. Просто вот если что, давать вот такую игру свою играть, его очень сложно выиграть. То есть, если он уже поставил свою лорницу, экспанд поставил. Ну тут экспанда, конечно, еще нет, но сейчас будет. Вот. То есть, уже тяжело как бы. Он просто бейст. Он бейст на левел 3, но он становится более бейстнее, как игра продолжается. Да, это правильно. И еще больше криппинга, почти на левел 3. Вообще странно, что Рич так сейвовы играет, мог бы пойти наломиться на эти таурки со своей третьей пандой, и что там их пробивать. Ну, понятно, Яв с херней занимается. У меня такое ощущение, что сейчас Рич просто всю карту закрепит, и сделает 5-5 героев. И они и хиппо, это может быть, ну, ну, тут есть, знаете, какие варианты, что, смотрите, сейчас Яв заставится мастаурками, что его не пробить будет. И пока строится экспанд у Рича, он его взорвет под ровняками. Хотя неизвестно, там, наверное, уже должен быть играть на этот Блейзинг, я не помню, как там называется он. Короче, на единение с природой. Вот. И если он его сделает, там 3 под ровняка надо будет, чтобы взорвать. Ну, а так, только такие шансы, что он экспанд взорвет. Ну, и тут, понимаете, Эльф невероятное количество голды получает с крипов. То есть каждая точка, это там где-то 300 голды. Ну, там зависит от точки. Там за голем, по-моему, 90 голды дает. И просто вот то, что сейчас Явс начал добывать со своим экспандом, он еще далеко не в голде, не в плюсе. Потому что Рич-то качается, и у Рича тоже экспанд строится. И у него героя лучше, армия технологичней. Он решил просто на мейн наломиться. Ну, да, вот тут Дирижабль пошел, все такое. Ну, и здесь, здесь, кстати, Таурки, видите, как стоят, что сейчас просто с третьей пандой он продавит. Еще одно дыхание, минус рабочий, надо отводить. Ну, отводит поздновато, теряет парочку. Да нет, тут видите, даже просто на мейне тупо продавит. Ну, просто, понимаете, вышки стояли так, что не все атаковали. Если бы... Ну, короче, ладно, неважно, тут все равно джи-джи. Ну, конечно, теряет тут одного медведя, может, еще второго даже потеряет. Вау... Ну, все. Минус мейн. Кстати, да, сделал Грейтон на единение. Слушайте, комментаторы-то какие профессиональные, да? Они, несмотря на то, что Явс уже десять минут назад проиграл эту катку, они все равно стараются комментировать, ну, с таким этим накалом, типа, у Явса еще шанс есть, он тут высадился, убивает Мэй, Экспанд, хотя шансов никаких нету. Я не знаю, как он должен бороться с этим. Я не думаю, что он должен бороться с этим. что он может ТП и защитить. Я думаю, он просто умер. Не, ну просто, я уже сижу и жду, когда Явс напишет джи-джи, и будет следующая катка. Ну, я не знаю, просто, может, мне еще виднее, из-за Хумана, когда там уже все печально. У него нет продукции, нет Санктема, нет Воркшопа. А, он построил Санктем в последний секунду. Так что, он способен получить кастеров. И теперь ТП от Рича, и, да, мы просто видим, его силы умеряются, умеряются. Он требует в Зеплене, но он фокусировал и он падает. Он требует на ТП. Очень-очень жесткая борьба! И Нага-Нага может сейчас умереть на ТГЖВП, как здесь расконтролил Рич! Ну, вы просто видели, какой контроль божественный. Там просто пытался Явс с двумя героями забрить эту армию из мишек 70-лимитных, но невероятный контроль от Рича. Просто великолепное дыхание моноберное и катка за Ричом. Да. Но шансы были у Явса. Очень много шансов было. Он действительно требовал это левел 2 очень early. Он был отменен и его целый план и в конце он не мог сделать и в конце ничего не мог сделать. Тавераши отчет, очень хорошо защитил. Много антина и он The Panda was well leveled, I guess, it was ok, so yeah, actually the Panda and the Tower Rush was still level 1, but he got off like 2, maybe even 3 breaths of fire, and the focus was just superb. He ignored the peasant, he went for the heroes and for the towers. First for the heroes to keep him busy, and when the towers were just about to complete, then he killed them. Perfect uprooting, perfect micro... Perfect micro! Looks easy! And nowadays, so few humans only play that Tower Rush anymore, and I think Yawss was banking on it, that, you know, that's not his meta game, he may not know what to do, but he absolutely does, and he absolutely destroys it. Yeah, I think, what if Ritch knew, that Yawss was not gonna take a big part of the game? Blin, why Ritch? Oh, Yawss, what did you say? We are on Echoech now! Blin, we are on Echoech now, everyone! Blin, you know, Yawss, I've got to see him yesterday, and last week we saw him a lot of the rules were... 2-0 win vs Haitloof Anger, and 0-2 win vs Haitloof Anger, and 0-2 win will find you more win... Il-2 win vs Haitloof Anger, and 0-2 win is 0-2 win! I am... 90% to win, that there is a match for the top two spot that we got to play, and this is a great game for the game. It's a great tournament, and in upper right, Mr. Yawss, Mark Firster, Mark Firster, Mark Firster, Mark Firster, the human player. Не, ну сейчас, может, Яс делает МК и как-нибудь попытается забрить. Хотя, да, в чатике пишут, что Рич роботы и, скорее всего, ДХ построит. Ну да, возможно. Не, ну ДХ на Эхо это как бы не очень герой. Ну как, в смысле, он нормальный, но против него здесь комфортно играется. Нет, Архмага здесь делает Явс. Ну, с МК, наверное, он не особо играет. Хотя я его стрим смотрел, чё-то я не помню, чтобы он МК играл. Ну и чё там, покажите, какой герой у Рича. Мне просто интересно, возьмёт он Варденку или будет роботом ДХ играть. Блин, ДХ, господи, ну что это за тлен? Что это за... Что это за? Рудан бы взял Варденку. Мы обычно идем за очень быструю экспансию здесь в Экко-Айлзе, потому что это так близко, Креп-спот так легко взять. И, да, люди очень-очень устанавливают на их экспансии. Есть два способа, чтобы он должен работать с этим. Стоит вы пытаетесь пустить его очень early и укрепить его, или вы экспансируете себя. И я думаю, что это точно так же, что Вачип делает. Он планирует в Висп, поэтому это может быть Висп, который построит экспансию. Я сейчас попробую перекупить Преста. Ну, как бы это уже не обязательно против Демон Хантера, но можно перекупить. Нет, Рич перекупает, Ярс завтыкал что-то, он даже не стал пытаться перекупать. Просто здесь, если поконтролить этим Престом... Кстати, Рич ещё крепится почему-то без ЛСа. А почему он без ЛСа скрипится? Что-то я не знаю. Ну, без ЛСа как-то долго всё-таки. Просто на этой карте, если ты Преста перекупаешь, если у тебя всё хорошо с мультитаском в двух местах, ты можешь контролить, ты можешь этим Престом попытаться добить какого-нибудь из скрипов. И тогда у Дыхани будет третьего уровня. Но главное, самого Преста не потерять. Кольцо плюс 3 выпадает с фиговый девайс, конечно, для Демона, но зато сейчас, видите, он сразу бежит на синюю точку и будет без Барака крепить её. Он, кстати, вчера, по-моему, так против Рудана в Мироре делал. Но тут-то ещё эффективнее, потому что Кольцо плюс 3 больше дамага поглощает. И смотрите, что делает Ярс, он бежит застраивать! Кстати, кстати, сейчас может прокатить от Ярса вот такая тема, потому что Барак идёт на криппинг, и Рудан... Ой, блин, это Рич-то крепится, и у него Дыхань сейчас будет очень битой. Только он, блин, ферму почему-то не поставил, у нас 36 лимита. И ещё... Ну, амалит энергии, это херня в такой ситуации. Лучше бы когти какие-нибудь. Ну, кстати, может прокатить. Ещё Мунвелл отменяет, и всего 2 Мунвелла поднимает. И смотрите, какой битый Демон Хантер за счёт... Походу дела Явс пропалил, как крепится Рич, и решил воспользоваться таким моментом. Потому что смотрите, какой битый Дыха. Он, конечно, сейчас поднялся в Мунвеллах, но всё, Мунвеллы пустые. Ну, тут что-то футменов маловато, а ещё тролля нужно будет перекупить чужого. Тролля Берсерка, если Явс бы перекупил, ну, то зачем ты Лемов-то отдаёшь так на х... Пипец, третий левел Демона. Ну, просто на халяву отдал. И там тролль... Ну да, с троллём тут очень жёстко, Таурки отменяются. Надо в эту страту было Явсу добавить, перекупку, попытка перекупить тролля Берсерка. Тогда бы не было тролля, была бы одна Арча и Демон. Не, ну как он третьего Демона ему дал? Ну да. ГГ. Чё ты Явс там делаешь, я не поймал. Лучше буш никто не играл, что ли? Очень-очень крутые игры, ребят. Ну, короче, ладно, задумка была интересная, но нужно было её доделать. Нужно было пытаться тролля вражеского перекупить. Потому что, когда ты застраиваешь, там решает пирсинг-дэмэдж у соперника. У него одна Арча, один тролль. Если ты тролля Берсерка перекупаешь, то у него нет этого дэмэджа, и твои Таурки могут спокойно достроиться. Здесь сразу прибегает тролля практически с монобёрна убил. Ещё, кстати, я же своего тролля Берсерка не купил. Вот он только вот сейчас купил. Ну, сейчас уже просто третий ДХ. Просто нереально жёстко танкует. У него ещё кольцо. Ну да, это джи-джи. Ну, тут демон, конечно, потерял много хп, но он с сапогами маневрирует хорошо, поэтому даже без ТП уходит. И у Рича тоже сам строится экспант, естественно, потому что у него шахта закреплена. Причём у него даже может быть экспант быстрее, если сейчас ещё подхарасит. Не, игра как бы продолжается, но уже начало такое не очень. Потому что я всё это время хернёй страдал. Очень расстраивает, конечно, игра. Но он какие-то заготовочки сделал, типа, под Рича. Но, видите, Рич настолько стандартно играет, что такие заготовки против него не работают. Ну, вы просто видели, как он вообще отбился, не парясь. Просто он задиспелил двух элемов, ябс их не развёл. Получил третий левел ДХ. Зафокусил две Таурки, всё отбился. Если была бы Варденка, кстати... Ну, Варденка, он бы, наверное, так не крепился жёстко, чтобы потерял такое количество ХП. С Варденкой, мне кажется, может быть, и прокатило бы. Потому что Варденка всё-таки не такая крепкая. И она бы там... Хотя на третий левел получил бы два веера, кинул, и всё. Ладно. Тут уже гадать бессмысленно. Минус Таурка. Ну, по ходу дела, тут даже игра в лейт не затянется, потому что очень жёстко. Хотя поносного голема берёт, Явс контролит, нереально отводит футика. Отводит второго, и поносный голем тащит эту игру. Милиция прибегает, милиция начинает фукусить. Ну, а первого милиционера сразу охлаждают. И четвёртый левел Демон Хантера. Не, ну всё-таки Явс у него, надо ему только шоп, наверное, поставить. А то, где хилится Таиману Ригень. Сейчас будет второй герой. Смотрите, как и лему вызвал через ёлки. У Рича уже достроился тот же экспант. У Явса до сих пор Т1, естественно, и проблемы с лесом. Големчика поносного отдал! Поносного голема отдал, купил сапоги зато. Ну и Панда пошла крепиться. Не, ну как поносного голема вообще отдать? Пошёл Блэксмисс, всё-таки Т2 он там запустил. Ну, наполовину Т2, это как бы печально всё. Сейчас просто ситуация будет, что Рич заберёт все основные точки. Сделать третью панду будет. Ну всё, смотрите, Рич уже два свитка перекупил. Это как бы говорит о таком преимуществе жёстком. Я думаю, просто здесь сейчас, смотрите, когда Явса наберёт свой лимит и пойдёт атаковать, у Рича просто будут уже Химеры. Блин, демон четвёртый, конечно, раздаёт. Он такой жёсткий. Там ещё Фоги просил меня видос поставить, после игры как раз поставлю. Он там интервью перевёл какое-то. Так что не расходите сразу, как игра закончится. Ну, очень плохая ситуация у Явса. Панда, ой, здесь Архмаг, кстати, но Архмаг с сапогами, поэтому бежит. Блава Варе, конечно, он бы уже сдох. Тысяча голды у Явса, но проблемы с деревом. Тут, конечно, надо уже МК брать, Нагу не вариант брать, она сдохнет просто от пары ударов. Он был в Санктиме, и Явс очень хороший игрок, он знает, когда бросить Близзарды, где бросить Близзарды. Так что это может быть его шанс в лейтгеме, но, конечно, он знает, как это делать, Архмаг в проблеме. Нет Шопа, ещё есть МАС-билд. Попытки тут всё какие-то как-то отбиться. Ну, просто Ричи очень жёстко контролирует своим демоном всю ситуацию. Кстати, а где Шоп-то, я не пойму. Лол, Явс до сих пор без Шопа играл. Панда третья практически. Дрятки первые. Ну, сейчас там великолепная вся ситуация у Рича. Окружил, наконец-то, демона, но тут демон просто убил магазин и выбежал. Даже стаф не стал делать. Ну, 9 армора, 4 уровень, 2 эмиссы, как бы, сами понимаете. Я бы ещё на месте Рича здесь посмотрел на маркетплейсе, есть ли там амулет маны для панды. Или большая банка маны на 300. То есть, я бы взял. Ой, неужели Яз будет брать нагу? Просмотрите, у Рича сейчас 1300 голды, ему можно девайсы хорошие купить. Ну, пожалуйста, зайди, посмотри в маркетплейсе. Ну, кликните на маркетплейс, пожалуйста. Ну, пожалуйста! Ну, если там амулет маны, нет. Ну, господи, ну как так? Ну, это настолько банальная ситуация, это то же самое, что ты захоманно с МК играешь, МХ поставил, у тебя деньги качают, ты амулеты маны покупаешь, и они решают пипец как. Тут также для панды это дополнительное два дыхания, либо дыхание с парами. Неужели так сложно? Ну, наконец-то у нас МК, нет. Ну, он хочет остаться в нём, поэтому это значит, но... Опять Нага. Ну, Нагу бред вообще брать, ну, она и так дохлая, селёдка эта. А против демона почти пятого уровня, это просто два монобёрна и три удара с сорбой. Да, вот этот комментатор нам говорит, что на этой карте нету обсерватории, и нельзя купить шреддера, который будет добывать лес, и поэтому нужно больше делать воркеров, которые будут добывать вам лес. Это, кстати, косяк мапы. Ну, как, не косяк, просто специфика. 65 лимитов, ну, Явс, короче, старается выйти в 80 лимита, но, как я говорил, там сейчас будут химеры, по-любому. Хотя там с деревом какие-то проблемы у Рича. Мало, наверное, воркеров поставил. И обычно, Юмин будет быть агрессором в этом матч-апе. И я думаю, что Явс будет делать это тоже. Ну, я знаю, что Явс говорит, что когда армии становятся большими, и когда я у меня все, что я могу, как, ты знаешь, Клэп, Болт, Фок, Лайтнинг, Близзард, Мордор, Слоу, Инвизибилити, и все это. Он говорит, что это будет, что он скоро закончится. Там он уже минуту где-то бегает. Так, может быть, он думает, что я на этой преимущественной, но я буду делать мой любимый, который я не могу. Ну, не может Рич прорваться к черепахе большой. Так бы забрал девайс, может бы добил с руки. Ну, вторая нага, кстати, с плюс 15 атаки. Если, как бы, ее никто трогать не будет, может, она и нафокусит кого-нибудь. Здесь панда уже 80-й левел. Правда, девайсы, конечно, ни о чем выпали. Надо Ричу еще раз свитки перекупить, чтобы у Хумана вообще шансов не было. Потому что на этой карте, как вы знаете, ну да, все свитки перекуплены. Я единственное знаю, как здесь перекупать свитки. Вот в такой игре, когда вы проигрываете эльфу по криппингу, да, и он вас не подпускает. Делать инвиз на сорочек, и архмагом в инвизии пытаться скупать эти свитки. Только так. По-другому никак их не купить, потому что демон постоянно по КД бегает. Я уж не говорю про Варденку, которая сделала блинка и уже скупила все. Ну, 82 лимита, вот Явс выходит, занимает, естественно, самую лучшую позицию на этой карте. Ну, это стандартная позиция здесь. Правда, Рич тоже, как вы, решил наломиться и встречает ментов в халявную экспу. Но это единственная позиция на этом левом респе, где можно с эльфом хорошо позаражаться. Но, по ходу дела, просто Рич сейчас будет пытаться забрать мейн. И кто же будет ли ТП делать? У Рича, кстати, 90 лимита. Ну, покажите, там просто сейчас сносится экспант. Вон, видите, химеры уже. Я же говорю, химеры будут. Я же Вича знаю, как облупленного. Экспант, кстати, сносит быстрее, но здесь тоже минус экспант с мишками. Ну, размен по экспантам, я даже не знаю, кому тут выгоднее. Наверное, все-таки Ричу, потому что производящие здания у Явса стоят на экспанде. То есть сейчас, если Рич здесь останется, он просто все производящие здания убьет. Ну, а по ходу дела, химеры не успеют выйти. Но они химеры уже пинь-пинь-пинь-пинь-пинь, три часа пройдет, и они ее убьют. Не, ну, конечно, тут уже... Ну, все, видите, минус все производящие здания у Явса. А здесь не очень хорошая позиция для сражения сейчас будет. Довольно широкий проход, ведьмаков не так много. Химера там еще сзади. И три свитка, три свитка у Рича. Ну, здесь не вариант сражаться, но придется сражаться. Форкет в одного Демон Хантера. Демон Хантер даже не почувствовал, что ему какую-то розетку в жопу прилетело. Сразу пары дыхания. Есть всего лишь один свиток у Явса, но позиция вроде неплохая. Демон Хантер фукусит, но Демон Хантер юзает НВ. Пятая Панда, сучка-то такая, пятая. И сейчас пары дыхания очень жесткие. Единственный свиток читает Явс, но вроде Явс раскладывает Рича. Позиция-то так себе, но он раскладывает. Смотрите, если... Ну, сейчас Панда просто задует все. Пятый Демон Хантер. Вот сейчас Панда, следующее дыхание, и все битое, все на лалах. Ну, и Медведи вроде продавливают. Блин, ну, свитков не хватает. Был бы, кстати, еще плюс один свиток, было бы вроде неплохо. Сейчас еще одно дыхание, и жопа будет. Смотрите, все просто дохлое, надо ДП делать, иначе дыхание забреет. Пытается Явс еще перекупить троллей тут. Есть вообще дыхание? Попытка завкусить героя. Герой, кстати, очень битый. Есть ли став? Есть ли... Ну да, став, конечно. О чем это я? Это же Эльф. А где... Что там по дыханию-то? Я вот просто все жду. Если будет дыхание, там все развалится у Явса. Да и так, по-моему, разваливается. И будет ли дыхание? Да, есть дыхание. Ну, просто минус две сорочки. Раздвинули ножки. А, ТП нет у Явса, понятно. Но он тут до конца гейминг! До конца гейминг! Попытка Нагу забрать! И Нага может... Панда может умереть! Но шестой левел Панды! И, сука, став опять! Пять став! Да, ну... Я скажу, это... Ричу на Ланни с такой игрой против китайского Хумана вообще нечего делать. Его там инфи за пять минут раскатает. Сейчас посмотрим, что Рич скажет. Ну, это единственный матч сегодня, который будет. Сейчас будет небольшое интервью с Ричом, наверное, спросит его, как он ожидал застройку видеть. Спасибо, господин. Варчип Рич, вы сделали это. 2-0 победы. Очень важный день. Я хочу поговорить о том, что Тауэр Реша в начале. Когда это произошло, вы думали себе, ой, нет? Или вы думали, ой, я точно получил это? Я очень боялся, по-прежнему. Я имею в виду, когда он был в близкой позиции на Тотал-Роке, и я видел так много футманов, я думал, что может он будет. Я думал, что это было либо это, либо Рифлокастер. Вот он думал на ТМ, что Рифлокастер будет, и не ожидал такой Тауэр Реша. Да, я попробовал это снова в игре 2. Это было немного назад и назад, но в конце, когда ты получил этот трюбл-кейл с Панда, это был момент, когда ты знал, что это было в магазине. Я удивился, насколько близко это было, после того, что я защищал Тауэр Реша. Потому что после этого я подумал, что я обязательно победил. И тогда в конце бата, я почти не потерял. Я имею в виду, если бы я не потерял один скрол, или что-то, я бы не потерял этот игрок. И, да, когда я не потерял ТП, и я знал, что я мог бы остановить моих героев, я подумал, что, окей, сейчас я получил. Мы победили Левел 5 с Панда, только в час, получили Ультимат, и definitivamente закрепили решение. Что ты можешь сделать в подготовке для твоих следующих матчей, которые, я думаю, будут на Сатурдей? Ну, я буду смотреть на следующих матчах внимательно, потому что я не уверен, что я не уверен, что я буду в последний потный. Кстати, у Рича это был последний матч. В итоге у него получается... Следующая игра Heroes of the Storm будет. Ну, короче, у Рича, получается, он 0-2 проиграл, 2-0 выиграл и 2-1 выиграл. У него 1 очко. Короче, по картам там считают, у него 1 очко. То есть, теперь, ну, будет зависеть от других, кто как с Явсом сыграет завтра. Будет зависеть от того, кто какое место займет. Вот так, у Рича сейчас 1 очко, у Рудана тоже 1 очко, у Хла 0 очков, у Явса минус 2. И завтра Явсу, чтобы претендовать на что-то, ему нужно хотя бы не 0-2 сливать, а 1-2. Ну, и то вряд ли. Ну, ему надо 2-0 выигрывать завтра. Как минимум пару каток. Так, ладно. Наигрыга на сегодня закончится. Сейчас я запись это стопну, залью на YouTube и Фоги попросил видос поставить. Я поставлю как бы и... И всё.